Всем привет, вы на stopgame.ru, в микрофон орёт Антон Паули, и сегодня мы пороемся в коробке с копроээээ, то есть корпоративными играми, которые создавались, чтобы промоутить определённый продукт. Перчатки я уже натянул, а значит мы подгружаем. И в начале уточнения. Я не буду брать в расчёт игры по фильмам и детским игрушкам. Во-первых, их миллиард, и рофлить с очередной Барби в поисках точёных пик или хот-виллс неинтересно. К тому же, сейчас я даже не знаю, что первее, трансформеры фильм или игрушки, так как изначально это были игрушки, по ним сделали мультик, потом сделали фильм, и теперь уже игрушки выпускают по фильмам. Эээ, нех. I am Pumblebee. А вот когда какая-нибудь сеть бензоколонок, ТВ-шоу, Минералка или любая другая еда пытается натянуть свой продукт на игру, из этого может получиться что-то поистине странное. Очень активно этим промышляют продуктовые бренды. Из свежего примера это визуальная новелла от KFC, где полковник Сандерс проверял на гетеросексуальность игроков. А ещё здесь есть ходячий JoJo референс, что непременно поднимет модно стильность молодёжность в глазах целевой аудитории. А по ходу повествования вам крупным планом демонстрируют блюда из KFC, нарисованные с такой любовью, что к концу игровой сессии у тебя сосёт под ложечкой, и в голове созревает желание рвануть за большим и горячим боксмастером. Так что думаю, игра тут выполняет свою функцию. Но это 2019 год, а вот почти 30 лет назад конкурирующая компания с двумя золотыми арками в логотипе выпустила на рынок свою игру. И была это Макдональд Лэнд, в которой чувствуются наработки других хороших платформеров, тех же самых ЧПДЛ с Марио. От водопроводчика у нас тут стилистика уровней, а вот барандуки научили главного протагониста швыряться ящиками, ну и ещё есть схожая глобальная карта с уровнями. Сюжет прост. Злобный хамбурглэр... Хамбурглэр... Кто бы это ни был, украл сумку с сюрпризами Рональда Макдональда. А мы, играя за белого или чёрного мальчика, должны её вернуть. Впечатляет размах рекламной игры, в ней 5 миров, в каждом из которых по 6 уровней, что для интерактивной агитки с призывом сходить за Биг Маком многовато, но вряд ли вы дотерпите до конца, так как тугое управление сильной инерцией и разжижающий мозг музыка выпнут вас из игры намного раньше. Ну и примечательно, что игру издала не и безызвестная Virgin Games, логотип которой у детей 90-х ассоциируется с кучей клёвых игр. А вот разработчика некоторые могут узнать по игре Барт против космических уродов. Не сказать, что хит, но ввиду виральности сериала, игру, наверное, хотя бы заметили. Следующая игра выходила эксклюзивом для итальянского рынка и пыталась продвигать шоколадные батончики Kinder Pingwi. И если вы не выросли на треках Моргенштерна, то в голове у вас должна заплэшбэчить песенка из рекламы. В общем, игра тоже про пингвина, который, видимо, контрабандой провёз шоколадки в кокосе. Другой причины засовывать их туда я не вижу. И только наш протагонист собрался принять пару батончиков и позависать в гамаке, как хитрожопая макака тырит тот самый кокос. И мы устремляемся вслед. Вы можете заметить, что графически игра выглядит хорошо. Много сочной, приятной покадровой анимации. Но не дайте себя обмануть детской обёрткой и весёленькой музыкой. Потому как платформер не из самых лёгких. И целевая аудитория, то есть те самые дети с измазанным шоколадом ртом, скажем так, мягко соснуть при прохождении. Так как пингвин наш огромен и неповоротлив. А почти каждое животное так и норовит поднасрать. Чтобы уворачиваться, вам надо подпрыгивать или нагибаться. Но герой делает это так долго, что надо будет потратить 10 попыток, чтобы приноровиться. Особенно для перепрыгивания вот этих сраных крабов. Здесь тайминги прыжка очень маленькие. И видимо мы уже употребили немного киндер пиндера из кокоса. Так как первый противник это летающая рыба, которая с удовольствием хлестнёт нас по лицу. Всего в игре 4 уровня. Первый и третий схожи по механике. Типичный платформер. Второй и четвёртый имеют уникальные головоломки. Во второй миссии нам надо швыряться, видимо, пухом из пупка, чтобы сбивать арбузы. Закидывая их тем самым в рот бегемотам. А в финальном уровне надо прыгать по животным, чтобы дотянуться до мартышки. А на этом, в общем-то, и всё. Магафин игры снова у нас, и мы можем дальше оттягиваться в гамаке. А остальные животные, прознав о кокосе, тоже стягиваются на точку. Игра очень короткая. Её можно пройти буквально за минутку, если совладать с управлением. У игры даже есть спидран рекорд. А это значит, что у нас тут рубрика «Спидран в деталях». Пристёгивайтесь, остановок не будет. Итак, для успешного забега вам надо передвигаться техникой Банни Хоп. Так пингвин прыгает намного быстрее, чем ходит пешком. Не обращайте никакого внимания на получаемый урон. И так до конца игры. Время. 53 секунды, 560 миллисекунд. Рекорд поставил итальянский спидранер Назарена. Аплодисменты мастеру. Так, и это всё? Моё камео здесь вообще необходимо было? Ну да, чтобы добавить тег в описание. А это уже плюс 300к просмотров по КД, вроде бы. На этом моя работа окончена, и я ухожу. Да-да, и без остановок, пожалуйста. В 2002-м компания Danone тоже решила, чем я хуже остальных. И выкатила свою игруху по мотивам кисломолочки. По сюжету злобные микроорганизмы мегакраса атаковали желудок ребенка. И отряд солдат, одноименный продукту, спешит на помощь, который попадает внутрь этого пацана через рот. И начинается платформер, где вы продвигаетесь вглубь организма и собираете баночки Актимели. Что делают они внутри ребенка, я не знаю. Возможно, он тупой и глотает игрушки мини-лента. Но не суть. По пути нам еще нужно собрать свой отряд, иначе с уровня не выпустят. Ну и можно пулять во врагов Аки Мегамен. Несмотря на то, что у игры вменяемое управление, и персонаж делает то, что ты от него ждешь, нажимая на кнопки, играется довольно скучно. Единственное, что меня позабавило, это общая карта, которая показывает наше продвижение по игре. И вот я думаю, будет ли у игры логичный финал, когда мы спустимся в самый низ и упремся в дно. Забыл, теперь мы до конца близки. К тему платформеров у меня есть еще одна потешная игруля, которая продвигала оригинальный продукт и является еще представителем бразильского геймдева. Давайте я еще вам обложку покажу, а вы попробуете угадать, что за продукт. Так, есть предположение? Михаил Круг ставит большой палец на фоне джунглей? Что? Может, это его неизданный альбом, где веселые мужики валят пальмы на югах? Владимирский сентран, это Чевер Мир. Перед вами локальная знаменитость Жильберто Барус. На момент выхода игры он вел танцевально-развлекательное шоу САПАТАСУ. В общем-то, игра и рекламила шоу. Коробочке с интерактивным приключением прилагался купон, который можно было заполнить и отправить по адресу академика королева, в смысле на канал и получить шанс выиграть призы. А особо удачливый мог получить проходку на передачу и засветиться в этом самом бразильском ТВ. Бэкграунд я вам дал. Что же до самой игры, то это весьма коротенький платформер. Играем мы за самого мистера Жильберта. Он узнает, что в бразильских лесах завелся жуткий каннибал, который схватил животных и собирается их съесть. Почему он каннибал, непонятно, конечно. Но тем не менее, Барус срывается спасать животных. Правда, по пути он имеет возможность затоптать с десяток зверей. Ну и забить редких крупных апостумов. Или что это? Дикобраз, но он явно уникален. Это животное размером со слона. Так что тут либо рядом взорвалась АС, либо одно из двух. По кровожадности наш игровой Жильберту соотносится разве что с пацанами из Макдональдса Лэнд, которые не брезговали забивать бурундуков ящиком. Ну, видимо, цель оправдывает средства. Ну и чтобы не отходить далеко от темы телепередач, вот вам еще одна игра Puller Alarm, которая промоутировала немецкое телешоу TV Total. Это, по сути, вечерний урган для бюргеров, которое ведет комик Штефан Рап. Шоу достаточно успешное, судя по гостям, которые его посещают. Тут тебе и Эминем, и Джеки Чан, и даже Владимир Кличко очень бодро отвечает на немецком. Ты шприц, фонен фольк. Сам же Штефан личность весьма эксцентричная. У него много шуток про наркотики ниже пояса, которые на грани. Ну или типа того. Самая занимательная выходка – это попытка дать взятку Молдавии, чтобы его включили в олимпийскую сборную по лыжам этой страны. К сожалению, рофл не прошел. И вообще МОК не поощряет олимпийский туризм. Я дал вам столько контекста, чтобы вы примерно представили, что за человек этот ваш Штефан. Так вот, пуллер-алярм – это что-то вроде идиомы в контексте игры. Примерно можно перевести «Мне срочно нужно поссать!» В целом, это весь смысл игры. Вы управляете никем иным, как самим рабом, столоняетесь по изометрической карте в поисках дивана и пива. Найдя и употребив некоторое количество алкоголя, протагонист закричит «Пуллер-алярм!» Это значит, надо искать место, где можно опустошить бак. На карте есть враги в виде уборщиц и других людей, с которыми лучше не сталкиваться, иначе проиграешь. Есть несколько однотипных уровней и еще возможность купаться в бассейне. Вот, в общем-то, и все. «Пуллер-алярм!» Примечательно, что эта же студия 4 года назад до «Пуллер-алярм» выпускала еще одну рекламную игру под интригующим названием «Агент XXL». Но опережу вставший интерес зрителя, горячих сцен в игре нет, если не считать финальную со страстным поцелуем. «Пуллер-алярм!» Сама по себе игра – это классический «Лукас-арт-квест», где надо бродить, собирать предметы и иногда комбинировать их. Руки издателя, а в данном случае это «Риттер-спорт», особо не чувствуются, если не считать начальной заставки и интерфейса, который оформлен в виде этой самой шоколадки. На сюжетную канву это не влияет, что, в общем-то, хорошо, наверное. Итак, главный герой – это Гюнтер Бунт, юная бестолочь, которая жила и не тужила, понатела от всякого шпионского. Но внезапно Гюнтер выигрывает путевку в Турцию, и тут, как говорится, все завертелось. Таинственная блондинка в обтягивающем у латексе, негодяи, шпионские гаджеты в виде часов, которые могут быть супермагнитом и выкидывать рыб из воды. Не знаю. Гюнтеру придется найти 4 артефакта в разных точках планеты, среди которых Ямайка, Греция и, конечно же, Турция. Кстати, о путешествиях и Турции. Тут на СтопГейм вышел очередной выпуск игровой географии, где Катя, прорываясь сквозь языковой барьер и перерыв кучу источников, сделала для вас отличную игровую экскурсию в турецкий геймдеп. Тут у нас снова Лавкрафт на Лавкрафте и Лавкрафтом погоняет. Но все это в киберпанковском сеттинге. Продолжим тему путешествий игрой, которую заказало не что иное, как Министерство туризма. Да, испанская провинция Мурсия решила продвинуть свой регион через игру. И это даже забавно. Перед нами внезапно экшен от третьего лица. Мы берем под контроль мальчика Муркида, который будет уничтожать овощей мутантов. Созданных злобным доктором. В конце каждого уровня доктору надоедает бесполезность его армии, и он спускается на землю со словами «Если вы хотите, чтобы работа была сделана, делайте ее сами». Но в целом никакой опасности он не представляет и выносится, как все остальные. Сам геймплей простой и бедный на разнообразие. Основная фишка проекта в том, что здесь скурпулезно воссозданы различные уголки Мурсии и достопримечательности. Можно осмотреть развалины замка Лоурса, порт древнего города Картагена, собор Мурсии и святилище Каравака. А еще в игре есть один уровень на островах Хармигас, который отличается геймплейно. Там наш храбрый мальчик получает мини-субмарину, на которой ему надо собирать бочки. Наверное, химикаты. Ну и здесь тоже можно поглазеть на всякое. Например, на затонувшие баржи или камни. Перед каждым уровнем вас ждет бриф, в котором говорят что-то типа Мурки, ты должен уничтожить врагов в этом живописном регионе с богатой историей. Это старейшее место, здесь проходила великая битва. Короче, в вашем командоре просыпается местный гид, который так и хочет рассказать о насыщенной жизни региона. Жаль, что магнитики купить не предлагает. В целом, это маленькая бюджетная игра со своей фишечкой, которая за два года до Assassin's Creed предложила игрокам виртуальный туризм. Считайте министерство Мурсии провидцами, а Ubisoft у него нагло сперла идею. Ну, если у нас и министерство туризма уже делает игры, то стоит упомянуть и игру от министерства солдатни. В 94-м году немецкие вооруженные силы решили байтить людей записываться в армию с помощью игры Helicopter Mission. Это по сути такой джангл-страйк на пацифисте. Расхерачить ракетами Белый дом не дадут, но зато вдоволь покататься на вертолетике и заниматься заброской людей или эвакуацией, пожалуйста. В самой игре вам то и дело ненавязчиво рассказывают, как круто быть военным. Там дают красивую одежду, можно порулить техникой, да и вообще Барбарис их бесплатно отсыпят. Нет, вы уж лучше дайте технику молодежи. Занимательный факт, что среди всех игроков проходил конкурс и набравший 6000 очков за одно прохождение, мог получить возможность выиграть экскурсию на военную авиабазу и даже на вертолетик немного покататься. Агитация во все поля, как говорится. Ну и закрою блок с госпропаганды игрой от Министерства здравоохранения Швейцарии, которая пыталась бороться с курением на рабочем месте. Перед нами вполне вменяемый топ-даун шутер Смок Атак, где мы летающим думгаем должны расстреливать курящее... говно. Но по-другому я эту субстанцию не могу назвать. Вы водичкой тушите сигареты и собираете разноцветные ключ-карты, чтобы открывать двери. Враги же бродят по офису и время от времени пытаются бочковать о вас окурки. Это, в общем-то, и все. Занимательный факт, что из-под руки издательства годом ранее выходила еще одна социалка Catch the Spem, где надо было загандонить ВИЧ-инфицированную сперму. Собственно, игра призвана привлечь внимание к проблеме спида. Не берусь говорить за эффективность агитки, но за игровой кек в истории сойдет. На просторах СНГ рекламной игрой отметилась студия AF Computers, которая перевыпустила в 95-м году свой элитарный клуб «Марьяж». По сути, это карточная игра «Преферанс», в которую, скорее всего, играли ваши батьки по ночам в студенческих общагах. Как я уже говорил, «Марьяж» 95-го года — это расширенное переиздание «Марьяжа» 92-го года. Здесь были добавлены описания правил и шильдик с телефоном Юсти Банка, а начальное окно с введением имени и пароля профиля было стилизовано под оформление банковской карты. Кстати, Юсти Банк в 2005-м году государство прикрыло из-за какой-то очень рискованной кредитной политики, но нас это не касается, просто озвучил факт ради факта. Ну, вернемся к чему-то более съедобному. Например, газированной шипучки, на которую есть целая россыпь интерактивных агиток. У Саванап есть линейка игр про собственный талисман. Все, наверное, помнят этот красный кружок, который приезжал на бутылке фирменной газировки на пляж. Но это был непростой кружок. У него были очки, а значит, он был КРУТАЙ кружок, или КУЛСПОТ. КУЛСПОТ на Сега Генесис. Но на самом деле, про этого персонажа выходило еще две игры. В 90-х это был просто Спот, который еще не был крутым, видимо. По своей натуре геймплей держался на концепции китайской настолки Гоу. Кстати, игра могла похвастаться колопом до четырех игроков. Даже была версия для геймбоя. Последней игрой серии стала Спот Гоулс Ту Холливуд, где наш кружок пришел в кинотеатр и каким-то магическим способом попал в фильмы. Весьма красивый изометрический платформер, в котором мы бродим по разнообразным локациям, в поисках выхода, и стреляем белой жидкостью во врагов. Думаю, геймдис предполагал, что это тот самый 7-Up, но тут возможны варианты в зависимости от вашей испорченности. Из-за выбранной концепции игры уровни выглядят разнообразно. Мы постоянно перемещаемся между фильмами разной тематики. То у нас пиратское приключение с флебустьерами и кораблями, то фильм ужасов со страшными бабайками, то классические приключения Дианы Джонса. Вагонетки прилагаются. Ну и замыкает все это дело мир фантастики, где у нас есть и постапокалипсис, и отсылки на Звездные войны с Чужими и Троном. Вообще, игра выглядит круто и достойно. И можно только похвалить компанию 7-Up за то, что-то не стала делать стрёмный рекламный высер, а дала геймерам то, что они хотят. Хороший геймплей и отсылки. Все же любят отсылки, да? Да? А? Рядом с такой крутой серией лежит, наверное, нисколько хорошая, а в большей степени миметичная игра, Пепси-Мэй! которая больше запомнилась веселым саундтреком, странными кат-сценами с живым актером, ну и общей идиотией, которая происходила вокруг. Это логично, если учесть, что все это продвигалось на японском рынке. Сама же игра представляет из себя простой раннер, где мы куда-то бежим, либо от кого-то убегаем, а все окружение хочет нас убить. При этом сложность у игры приличная, заточенная явно на азиатский скилл. О миметичности персонажа можно судить по многочисленному фанатскому творчеству. Наличие работоспособного HD ремейка на Unreal Engine, неофициального, конечно, но это только добавляет баллы маскоту шипучки. Ну и вишенкой известности можно считать костюм Пепси-Мэна на Алиэкспресс для очень странной пати на хате. Я думаю, здесь история из серии так плохо, что даже хорошо. Бестолковый персонаж, который хочет только дарить всем Пепси, и при этом постоянно огребает. Но, наверное, в этом безумии есть какое-то очарование. Компания Пепсика свой продукт продвигала играми и у поляков. Правда, размах тут поменьше. Это небольшая игра про футбол, во флэш-стиле. Повеселить она может, наверное, минуты две, не больше. Перетаскиваешь мышкой футболиста и кликаешь для удара по мячу. Из забавного, эти два мегабайта геймплея распространялись на полноценном диске. И даже сейчас на польских авито можно найти объявление о продаже игры за 5 злотых. Там всегда зачем-то не ясно. Ну и таких мини-игр можно отыскать целую россыпь. К примеру, нефтяная компания с отличным названием oral.ag.ru в свое время спамила на почту подделкой BikeFlighter. В ней нам дают поуправлять весьма харизматичным мухом. В летном шлеме, косухе и штанах, стянутых с битлджуса. Смысл игры лететь по шоссе и уворачиваться от байкеров, пытаясь выбить максимальный счет. Самое крутое, что тут есть, это именно сам мух, который явно создавался с большой любовью. И я бы, наверное, не отказался глянуть его оригин. И тут мы логично с темы байкеров и рекламы бензоколонок соскочим на тему промоута фильма. Тем более он тоже про езду. Игра Dash Keepers 1 The Chameleon Промоутила одноименный нидерландский фильм про гонки на лодках. Собственно, игра это и есть эти самые гоночки по водной галладе, где а-ля какая-нибудь Mario Kart на трассе разбросаны различные бонусы в виде ракет, ускорителей, прыжков и так далее. Выглядит игра страшновато, но закатить пару раз и поймать фан можно. Ну и чтобы вы знали, что делать посредственные игры по мотивам кинца это не прерогатива русского геймдева. Так что смело помашем бумеру, антикиллеру и так далее. Я сказал в начале ролика, что не буду брать игры по фильмам, но сейчас озвучу причину, по которой нарушил собственное правило. Просто в шкиперах хамелеона можно поиграть за Кулакова. С двумя скинами на выбор. Кулаков в очках и Кулаков вышедший покурить. А вы все думали, почему он так долго курит? Ну, до причала путь не близкий. Так-то. Ну и на контрасте с предыдущей игрой порадовал вас чем-то более комплексным. И это, ко всему прочему, еще и румынский эксклюзив. Так, чтобы вы не думали, что в Румынии только Казахстан снимается. Так, перед нами Тэдди Щи Фетихуку... Тэдди Вещиху... Блин, нет, пусть тут нам поможет Гугл Баба. Тэдди Щи Вехикулулуй Тимпулуй. Или, если дословно перевести, Тэдди и Средство Передвижения Времени. Некоторые уже, наверное, догадались, что перед нами очередной продуктовый бренд Тэдди. Игра это аркада третьего лица, где наш медведь, перемещаясь по локациям, решает разные задачи. Игра начинается где-то на задворках камеллота. Собирая разбросанные тут и там монетки, вы натыкаетесь на ферму, обносите ее. Местные гуси недовольны вашим хамским поведением и пытаются заклевать. Но мы стараемся не обращать внимания и собираем золото дальше. Наконец, после того, как мы настреляли мелочь, нас могут пропустить в деревню. Но местная солдатня все равно недовольна и пытается навешать люлей. Ну а что, целый медведь в деревню зашел. В конце уровня надо будет прийти к бородатому мужику в лес и он за 50 монет кое-что вам покажет и кое-чему научит. Дальше вас ждут путешествия по замку, по каким-то древним развалинам, вы заглянете в Японию и на космический корабль. Да, тут очень разноплановые локации с непохожими друг на друга противниками. Важно отметить, что наш протагонист может получать люлей, но не отвешивать. Игра простенькая со своими скудными механиками и россыпью багов. Но сам стиль игры с дизайном окружения и персонажей очень притягателен и вкупе с разнообразием локаций способен удержать вас до конца. Тедди то и дело вызывал у меня флешбеки из Little Big Adventure и Beyond Good and Evil. Но игре не хватает комплексности в подходе, к сюжету и механикам. Видно, что игра создавалась для детей и рекламная направленность зарубает более активное взаимодействие с противниками. Кажется, что созданная разработчиками фэнтези вселенная способна на большее. Ну и напоследок я оставил нечто действительно годное. Полноценная экшен-адвенчура от третьего лица с налетом сюра а-ля Американ Маги Элис. И все это под эгидой сжевательных конфет Скитлз. Ну, те самые. На самом деле я здесь приглашу к микрофону госпожу Краснопольскую, так как это был ее дебютный обзор в еще до стопгеймовскую эпоху. Люблю Даркин Скай всем сердцем и готова петь ей дифирамбы даже спустя столько лет. В первую очередь за отличный юмор и самоиронию. Головная героиня, очаровательная пастушка слэш-волшебница Скай, время от времени в дребезги разбивала четвертую стену своими едкими комментариями. Например, во время решения одной из головоломок протагонистке нужно было закинуть удочку в реку. И она комментировала это нехитрое действие следующими словами. Сюжет Даркин Скай одновременно и высмеивает многие шаблоны жанра фэнтези, и все целые из них состоит. Главная героиня – это сирота, которая находит волшебный предмет и становится той самой избранной, что спасет волшебную страну от темного властелина. А еще у Скай есть острый на язык магический помощник. А какие в этой игре локации? Какая музыка? Ну ладно, давайте я все-таки пододвинусь ближе к теме ролика – рекламе. Даркин Скай изначально должна была продвигать Скитлз, и даже сама концепция магических камушков, которые падают прямо с неба, была навеянной рекламой этих конфет. Но по итогу от Скитлз в игре только и остались, что разноцветные камушки с буквой «С», которые главная героиня перетасовывала, составляя заклинания. И глобальная цель – вернуть эту самую волшебную радугу в мир Скай. Когда я 19 лет назад играла в Даркин Скай, страшно вспомнить, как давно это было, то я и подумать не могла, что игра как-то связана со Скитлз. Настолько она в итоге оказалась самодостаточной. Ну и в принципе, хорошо, что не знала, я эти конфеты никогда особо и не любила. Когда я начал копать тему, я удивился, насколько много разных брендов пытались продать себя геймерам. Самая ранняя игра, которую я нашел – это Таппер 1983 года, где, играя за бармена, надо подавать посетителям пиво, толкая его по барной стойке. Первая версия игры была брендирована пивом Будвайзером. Но тут, как говорится, количество не перешло в качество. Большинство таких игр представляют ценность как исторический артефакт, а не игровой, что не умаляет достоинства редких бриллиантов. В большей степени, наверное, это все-таки связано с тем, что у компании не было цели, бюджета, понимания, как сделать хорошую игру и порадовать геймеров. Маркетологам нужен был сам факт присутствия в индустрии, но для чего – непонятно. Плюс корпоративные ограничения от брендов сужали возможности разработки. Типа давайте сделаем платформер, но без насилия. Или воюем только со всякими инопланетянами или грязью из-под ногтей, чтобы никто не обвинил бренд в пропаганде жестокости или чего-либо другого. На самом деле, вместо того, чтобы делать какую-то кривую игру про себя любимых, я бы на месте компании находил инди-студии с перспективными проектами и просто вливал в них бабло. И был информационным партнером в обмен на место в начальной заставке и упоминании. Условный мидбой не стал бы хуже, если бы в начале на пару секунд высветился логотип Кока-Кола с припиской «Спасибо за помощь». А бренд с такого еще долгие годы, наверное, мог получать респекты за свою помощь в реализации игры. И хочу уточнить, я тут говорю именно в большей степени о меценатстве, где бренд не влезает в творческий процесс. Ну, в моей голове и в идеале работает так. Но, как показывает реальность, тут же найдутся ушлые ребята, которые будут генерить игры-пустышки только ради того, чтобы соснуть денег, если появится такой условный фонд в поддержке игр у бренда. А что вы думаете о подобном формате? Поделитесь своим мнением, нужны ли вам игры от бренда. А также может у вас в геймерском опыте отыщется одна из таких игр, которая подарила часы радости в свое время. Расскажите о ней в комментариях. Я же с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем расход.